Добрый день дорогие друзья! Иду в Вайлберис. Пришли баночки корма про план, который мне посоветовала Наталочка Евсеева, которая также помогла мне материально купить этот корм. Наташа, если меня смотришь, громаднейшее благодарю. И вот иду и увидела вот такую повозку пони катается по нашему осеннему парку. Запустили фонтан, даже не знаю, может быть сейчас подойти показать вам, если получится видео одним кадром, чтобы мне меньше монтировать. Если честно, я не собиралась снимать, но увидела эту повозку и решила вам показать. Прям окунаешься в какое-то другое время, когда видишь такие картинки. Включили фонтан, выключили. Это, наверное, представляете, вот только что работал фонтан. Смотрю, его фотографировали. Наверное, фотографировали, ну, как бы, для отчета, для отчета. И выключили, чтобы показать, принять работу, наверное, что все работает. Фонтан действительно работал. Ну, я думала, на обратном пути пойду и сниму. Ну, вот, надо было сразу. Как говорится, куй железо, не отходя от кассы. Здесь вот в храме тоже делают какую-то пристройку. Не знаю, что там будет. А я иду, повторюсь, за баночками про плана. Говорят, что этот корм поднимает очень больных, ослабленных животных, что нам, слушай, и надо. Но хочу сказать, что у нас уже все более-менее налаживается. Вы меня простите, друзья, если я не буду очень эмоционально рассказывать, потому что я боюсь сглазить. Просто хочу сказать, что дело пошло на поправку. Но еще рано радоваться. Я, конечно, радуюсь уже. Но как-то очень даже боюсь моргать, если честно. Наверное, уже и не работает. Да, наверное, прокат не работает. Я одела зимний пуховик уже. У нас очень похолодало. Холодный ветер. Прям очень похолодало. Вчера мы сходили, слушай, к Наде только утром. И уже была последняя капельница. И отменены антибиотики, ну и другие уколы. Что там, глюкоза и так далее. Потому что кошечка начала кушать самостоятельно. Поэтому все это отменилось. Сегодня что я еще сделала? Я взяла пакетик шепа. Кусочки, которые в соусе взбила в блендере. И получилось такой паштет. Я бы даже сказала, не паштет, а пюре. Очень с удовольствием лучше его кушала. Так что вот еще нашла выход из положения. И у Нади в ветлечебнице кстати, она первый раз там начала кушать. У Нади, видимо, какие-то волшебные руки. Что-то есть в этих руках. Потому что у них вся семья врачей. У нее мама, которая помогает ей с утра, когда много народу. в клинике женщина уже в возрасте. И мой сосед мне рассказал вот, посмотрите на эту красоту, что Надина мама лечила людей спины. Вот спину лечила моему соседу. Ну, а теперь помогает дочери в клинике. Потому что Наденьке очень-очень тяжело. человек работает просто на износ. Без выходных и без перерыва. Вот так вот. Такой у нас ветврач. Я как-нибудь сниму видео, когда уже лучше поправиться окончательно. Может быть, веселые кадры наснимаю. И потом под эти кадры поговорим с вами о моем опыте борьбы с чумкой. У меня это уже третий опыт борьбы. Первый был с нашей пусечкой. Это еще было в Москве. Когда она заболела. Но она заболела взрослой кошкой. Это опыт, так скажем, ну да, конечно, спасли, все нормально. Но это не котенка двухмесячного лечить от чумки. Я думаю, что вы понимаете, что разница есть. Выживаемость у взрослых кошек процент намного выше. Ну, а у котят всего 10% из 100. То есть, из 100 заболевших котят всего 10 выживают. И вот в эти 10 попала наша Лушенька. Благодаря вам, благодаря молитвам вашей поддержке. Я уже повторяюсь, материальной и моральной. Вот. И я хочу снять видео и рассказать о своем опыте лечения именно вот таких маленьких котят. Один опыт у меня был печальный, вы все знаете. Каркуша не выжила. Ну, там было упущено время, я так думаю. и там очень много было еще ко всему. У нее был лишай, глисты, блохи, которые ее съедали. Вот. Ну, а слушай, это положительный результат. И вот о нем я сниму отдельное видео, расскажу, как это все было, как начиналось. Уколы я не назову, потому что я действительно их не знаю. Я не спрашивала даже у Надя, что за уколы. Гомовит я знаю был, а вот какие антибиотики я не знаю. в общем, это я уже начинаю переходить на тему большого ролика, но не буду. Я уже практически пришла. Сейчас вот в Альберис иду получать эти баночки, баночки проплана. По 275 рублей маленькая баночка. Вот заказала я две баночки, попробую, как пойдут дела на этом корме. Так что ждите этот ролик. Я обязательно расскажу, поделюсь. Я думаю, что он будет полезен. Конечно, не всем может быть это подойдет, то, что я расскажу о своем опыте, но он есть, есть как положительный, так и отрицательный. Я думаю, что эта информация может быть спасет какой-то окошечке или котику жизнь. Мы сейчас пьем бифидобактерии для восстановления флоры кишечника. Понос у луши практически прекратился. Уже я бы не сказала, что это жидкий стул. Конечно, это еще не совсем нормальный стул, но прогресс уже налицо и я этому очень-очень рада. Луша стала набирать вес. Я ее взвешиваю два замера делаю утром и вечером. Начала третий день это делать. Первый день у нас был минус по сравнению утро-вечер. Второй день уже небольшой плюс и вот по сравнению с вчерашним вечером со вчерашним взвешиванием и сегодня утром Луша набрала уже 21 грамм. Вообще всего она потеряла где-то 270 грамм. У нее был вес когда мы друг друга нашли 950 970 где-то грамм. Ой, нет, 900 грамм. За пять дней, когда было все нормально, она набрала плюс 70 грамм, а потом 270 потеряла. Даже нет, друзья, не 270 она весила 600 грамм. Даже больше, чем 270 грамм 300 наверное она потеряла. Но это уже не важно, это уже позади. Ну, а я пришла в Альберис за кормом. Иду из Валберис и вижу вот такого медведя. Вот боюсь идти, друзья. Я не знаю, что это за порода. Сытый или голодный. Представляете, вот такой медведь ходит по городу, по центру города. Вот до чего доводит безответственность хозяев, наплевательское отношение к стерилизации или вообще которые считают, что это грех. Вот оно, вот это вот чудо теперь ходит, вот клумбы обнюхивает, описывает, обкакивает и так далее. Виновата не собака, виноват и владельцы. Но это же явно, что это не просто какая-то шамка. я не разбираюсь в породах. Вот, 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 видите, что поднял ногу и пожалуйста. Вот так, вот так. Все грязь на тротуар. И ведь может напасть на кого-то. Это не шутка, если вот такая собака покусает, а если это ребенок. Просто с ног собьет. Вон там фонтан включился. Сейчас подойду. Здесь уже я так поняла, то ли клумба будет, то ли что-то будет. А я вам хочу рассказать, какая наша Лушечка умничка. Вот здесь вот еще не убрали, не замели, не помыли и нанесло ветром песок. И вот она, как только мы подходим вот к этому месту, подходили, мы ходили вот этим маршрутом восемь дней, пять дней, наверное, по два раза в день. Вот вот такие валуны небольшие песка. И она начинала ерзать. И я понимала, что ей нужно по нужде. И это, друзья, было не один раз. Вот как только подходим сюда, она видела этот песочек, я ее носила не в переноске за пазухой, и она начинала ерзать. А еще был случай, когда сразу после капельницы ей захотелось по-маленькому, я с собой брала медицинскую пеленку. И уже вот-вот прям капельница закончится, я говорю, терпи, терпи, ведь она терпела вот эти минуты. Потом я расстелила эту пеленку прямо на полу, говорю, Надя, мы пока не сделаем, не пойдем, где там ей на улицу, да-да-да, конечно, конечно. И вот она, друзья, я ей только рукой показала ямку, имитация движения, рытья, ямки, и она все поняла и сделала свои дела на пеленку. Надя была очень удивлена, говорит, да, очень умная кошечка. Ну, сейчас вот фонтан работает не на всю мощь, а я когда туда шла, он работал на всю мощь, было, конечно, красиво. Там подсветка, мы смотрим, видите, фонарик, а, и она меняется, видите, здесь меняются цвета, и вот здесь тоже подсветка, не знаю, видно вам, то есть вечером здесь будет очень-очень красиво. пирсом. и вот здесь на этих, как это называется, пирс, на этих импровизированных пирсах можно будет позагорать и освежиться. Летом, конечно. Ну, в общем, фонтан мне нравится, а вот то, что спилили деревья, я просто очень недовольна. когда вот эти вот клёны вырастут? Лет через 20, но зато красивый фонтан. Так что, вот, друзья, не получилось видео одним кадром. Сейчас приду домой, может быть, еще чего-то досниму, а, может быть, сразу поговорим о моем опыте, который я вам обещала рассказать. по поводу лечения чумки, как у нас протекало лечение, как протекала болезнь, видно будет. Короче, приду домой и, возможно, там включусь. Ну, а если не включусь, значит, на этом кадре видео закончится. Там уже сами увидите. вот здесь вот много бездомных кошек. Вот котеночек конечно больше, чем наша луша. Здесь уже месяца 4-5 что-то ест, подбирает. Вот кошка мама сидит. Там вон в кустах наверное папа серый за углом. и таких очень-очень много друзья в нашем городе. И вот смотрите, вот они родились на улице. Это явно видно. Вот он что-то кушает. Я уже здесь наблюдаю вот эту семью не один раз, потому что повторюсь, мы ходили этим маршрутом каждый день по два раза в день. И вот они ничем не болеют, потому что они родились на улице, и у них очень сильный иммунитет. Очень сильный. А наша луша была рождена дома. Вы мне там писали, может быть она выпала из окна, дайте объявление, да глупости все это. Я не знаю как вам объяснить. Я уверена на сто процентов, что ее просто выбросили. Она бы если бы выпала из окна, она бы не выжила. Ну, если только одноэтажный дом. А в центре первые этажи занимают в основном магазины, поэтому это исключено. Вот еще одна сидит. И она очень реагирует на детский смех или голос. Мы еще когда первый раз, это я еще не знала, что она заболеет чумкой. Первый наш поход к Наде, когда мы уши чистили, глистогонилась она, мы так, надо быстро-быстро перейти. Что-то хотела сказать и улетела мысль. что-то хотела про лушу рассказать. Вспомнила и когда мы сидели в очереди у девушки был разговор с ребенком, то есть она услышала голос детский и она спала. И тут вдруг она вскакивает и прям ищет этого ребенка в помещении. Понимаете? То есть явно, что в семье были дети. Ой, как здесь у нас шумно. Это вот большая трасса, опять меня там поправляли. Федеральная трасса, как-то еще по-другому. Трасса какого-то назначения. Друзья, ну, хватит цепляться к словам. Большая дорога, одним словом, соединяющая Москву, Липецк и так далее. Вот здесь у нас очень шумно. Ну, а я пришла в пятерочку. Ну, что, друзья, я уже дома. Посмотрите на наш животик. Мы только что покушали. Да, Лушенька? Вот такой корм посоветовала мне Наталочка Проплан. Это вот гастро, как раз для кошек, перенесших вирусы после операции. Вот баночка 195 грамм весит, ой, стоит 275 рублей на Вайлберис. Вот купила я этой красавице такие две баночки. А она такая говнюшка не стала есть этот корм. И мне пришлось прибегнуть к хитрости. Я сегодня в блендере перебила шебу, пакетик, кусочки в соусе, рыба, вкус рыбы взяла. Вот. И она это пюре очень с удовольствием покушала с утра и в течение дня. Вот. И вот пришлось вот этот корм проплан смешивать с этой шебой. Вот. И тогда она ела. Она уже, друзья, сама выходит из этого гнездышка или там, где она любит спать. Я ей и вот здесь организовала в хлорке постирала тот пледик коричневый, который здесь был. Мало ли, ну, в общем, все обрабатывала, всю комнату я обрабатывала хлоркой. И здесь вот тоже ей сделала лежаночку. И вот здесь у нас лежаночка. Помните, вот этот коврик и вот этот мотив, который это вот самый-самый первый мотив, когда я только-только начинала вязать крючком. Это был 12-й год. Вот прошло 10 лет, у меня была такая юбка, я уже рассказывала, это вот пробные элементы остались. И я вот украсила вот этот коврик, который связан, есть мастер-класс вот этого жгута, он сшитый, в общем, вот здесь вот у нее тоже лежаночка, она вот здесь вот садится, здесь короб от машинки стоит. и я вот так вот штору убрала, чтобы ей были все удобства. И она вот здесь вот иногда сидит, смотрит в окошко, на цветочки, смотрите, как красиво цветет фацелия, это уже вот по второму кругу. И горчица вон иногда зацвела, в общем, смотрит в окошко, там коты бездомные бегают, и она здесь сидит, немножко развлекается, так что у нее здесь много всяких мест. Сейчас покажу, где. И вот здесь на этом коврике она любит сидеть у каменчика. И вот здесь я тоже организовала ей место, поскольку здесь батарея, и она вот садится сюда, я подняла, положила туда коробку, пустую, из-под чего-то, уже не помню, из-под чего. И она здесь сидит, тоже иногда любит посидеть. А здесь у нас вот такие разносолы. Тут вот двух видов паштет, с этим проплан, да, или как он там называется, уже забыла. Вот в одно ухо влетает, в другое вылетает. Здесь чистая шеба, здесь кусочки, но их уже надо отдать или выкинуть, или отдать бездомным котам. Вот, не переживайте, она уже не выделяет вирус, если кто-то сейчас скажет, вы отравите, заболеют коты. Нет, не заболеют. Я у Нади интересовалась, и она сказала, кошка, что кошка уже не выделяет вирус, она уже не заразная. Вот, обработать комнату и все будет нормально. Вот, слышите? Этот трактор мурчит. У нас был понос, он и сейчас есть, но это уже не понос. Надежда Александровна выписала нам бифидум бактерии, это такие ампулки 10 штук стеклянных в таких флакончиках, разводить и давать три раза в день. Я сначала, вернее, сначала поняла правильно, пришла домой, стала читать, а там совсем по-другому разводить. Это средство для грудничку в основном для совсем маленьких деток, которая приводит в баланс микрофлору кишечника. И там совсем по-другому нужно разводить. А здесь я правильно поняла Надю, она сказала добавьте воды в этот флакончик и сразу целую ампулку размешать естественно флакон, встряхнуть и шприцом без иголки естественно ввести. Там был кстати вопрос а что кот пьет из шприца видимо у вас нет животных да кот пьет из шприца без иглы так что можете найти эту информацию как принудительно кормить и поить котенка это попутно отвечаю на вопросы от вас вот вот и вот это средство бифидом стало бифидобактерии эти в общем налаживается стул у нее не могу сказать что это уже нормальный стул но это уже не вода как было изначально ночь все равно взбирается на меня и я боюсь ночью шевелиться то есть я все время в напряжении сплю не сплю короче у меня тоже нарушен сон друзья и все это поправимо самое главное что мы вытащили нашу красавицу из лап смерти я всем кланяюсь в ноги за вашу поддержку и моральную и материальную мне хватило оплатить лечение мне хватило купить вот такой дорогой корм так что я вам всем друзья очень очень благодарна ну конечно это благодарность нашему врачу нашей Надежде Александровне нашей Наденьке потому что она чисто символически брала с меня плату и ну так сказать моя благодарность была я понимала что это ну уж совсем дешево там 100-200 рублей набрала это не дело она с нами нянькалась в общем я ее немножко благодарила от чистого сердца за ее отзывчивость за то что она с нами сидела в свое нерабочее время вот в субботу воскресенье клиника работает с 11 до 3 в субботу мы пришли к 9 нас приняли и в 3 часа мы пришли когда уже закрыта клиника а нам нужно было капать капельницы чтобы пережить следующую ночь и вот в 3 часа ставились капельницы а это полтора два часа и Надежда Александровна с нами занималась теперь давайте сразу отвечу на вопросы вернее на комментарии которые люди писали я понимаю что вы писали о своем опыте о своей так скажем победе когда животное выживало вы лечили чумку водкой друзья чумка вообще нет лекарств от чумки вот просто сейчас делайте запомните эту информацию от чумки лекарств нет есть терапия которая назначается животному как помощь для того чтобы животное само перебороло этот вирус в виде уколов в виде капельниц в виде таблеток и так далее это просто помощь животному справиться с этим тяжелым паравирусом вот и вот теперь что может сделать водка она не убьет этот вирус и как она может помочь животному просто задайте себе этот вопрос хорошо что я не сделала и не влила вот этой вот малышке водку Надя сказала если бы вы это сделали вы бы сожгли все внутренности и лечение потом можно было вообще не проводить котенок бы погиб у вас положительные результаты что собака там или кошка выжили вино водка я вам верю друзья верю но скорее всего это просто была не чумка не панлекопения по медицинскому вот это скорее всего был какой-то другой вирус или какая-то другая болезнь чумка водкой не лечится друзья запомните это так теперь что еще об опыте лечения этого заболевания как только вы увидели что животное вырвало если вырвало один раз и вы видите там комок шерсти и больше рвота не повторяется это нормальное явление на это можно вообще не обращать внимания если далее не следует повторной рвоты если животное вырвало и эта рвота продолжается через какие-то промежутки полчаса 20 минут или чаще реже неважно срочно в охапку и бегите в ветклинику нужно бежать туда и сразу проводить лечение у нас Надя делает анализы она я вот когда сидела в этой клинике друзья вы не представляете чего я насмотрелась и я просто еще раз повторяюсь Надя у нас врач от бога и отравление у собак разных пород и очень большие охотничьи приходили и я не разбираюсь с них много всяких всяких пород и Надя делала анализ тут же говорила результат представляете тут же и назначалось лечение тут же делались уколы капельницы собаки спасались была одна собака которую отравили добрые в кавычках соседи и женщина сидела с ней по 7 часов в течение недели у Нади можете себе представить собака выжила потом женщина приходила благодарить Надю с этой собакой Надя с ней разговаривала как с родной уже в общем я много вам могу рассказать случаев которые я вот пока там сидела и я видела все эти людские и так скажем истории кошек и собак я просто поражаюсь удивляюсь и низко кланяюсь Надежде Александровне за ее чуткость за ее профессионализм и так далее был такой комментарий типа врачи назначают лечение и говорят что чумка водкой не лечится это только потому чтобы брать деньги друзья может быть есть такие врачи я не спорю но я утверждаю на сто процентов это не про нашу Надю у нее такая популярность что ей она не успевает вот честно вам скажу она не успевает как бы лечить тех животных которые вернее она успевает наверное не так будет сказано но у нее много пациентов которые ей не нужна реклама и ей не нужен вот этот длинный рубль поймите семья врачей у нее мама я не знаю врач она или кто она но она лечила спины я по-моему где-то уже в каком-то эпизоде об этом говорила вот мама с утра ей помогает обрабатывать стол подносить какие-то нужные лекарства может быть во время операции помогает потому что дверь закрыта я не могу это утверждать но это очень интеллигентно очень порядочная и отзывчивая семья и здесь не может быть речи о том что там какая-то выгода для врача поэтому думайте сами решайте сами как говорится как лечить вам животное и что с этим делать значит первые признаки чумки это рвота и понос иногда это все вместе и рвота и понос иногда это только рвота рвота желтой массы сначала выходит просто то что в желудке а последующая рвота это вот желтая жидкость бывает с пеной бывает зеленовато желтая у кого как все нужно срочно идти к врачу животное отказывается от еды и от воды вы видели у меня было видео когда луша сидела возле воды ей хочется пить но она не пьет вот это верный признак это чумка сразу нужно идти к врачу и чем быстрее вы назначите вам будет назначено лечение и проведено тем лучше для животного и я вам так скажу просите сразу у врача не только уколы но и капельницы вот сразу же в первый день то есть питание там может быть противожаропонижающее антибиотик и обязательно обязательно капельницы обязательно мы ходили слушай на капельницы два раза в день утром к девяти и вот либо в три если это суббота воскресенье либо в четыре вот я очень надеюсь что вам помогла эта информация и еще что хочу сказать друзья в век большой информации вот сейчас в интернете столько информации и столько всякого мусора и вот чтобы отделить зерна от плевел это очень сложно я читала в интернете ни в коем случае нельзя насильно поить животное во время этой болезни ни в коем случае нельзя кормить животное во время этой болезни а ведь это же заблуждение вот это такая информация мусор понимаете мусор а вы пожалеете денег для клиники прочитайте эту информацию и ваше животное погибнет и поить и кормить принудительно насильно через шприц без иглы обязательно нужно нужно чтобы жизненные органы работали у животного и желудок и почки и мочевой но все должно работать до животное будет сопротивляться да будет брыкаться это нормально вы его спасете обязательно кормить и обязательно поить и только только назначение врача врач видит по состоянию животного сделает анализ посмотрит назначит ведь антибиотиков тоже очень много еще ему нам модулирующие вот эти вот препараты обязательно нужны их тоже всяких разных бывает так что друзья я желаю чтобы ваши животные были здоровы были счастливы с вами чтобы они резвелись радовали жизни радовали вас защищали вас ведь кошка это вообще магическое существо и вот сейчас вот я скажу каркуша вот погибла она была черного цвета до пришла кошечка и не выжила и вот теперь лучше практически тоже черная вот она похожа на медвежонка выписали у нее бурая спинка ну будем считать черная кошечка да это ли не знак значит дому нужна дополнительная защита и дома и хозяевам этого дома я расценила это как знак и я очень благодарна господу благодарна вам благодарна надежде александровне что мы вытащили лушу из лап смерти и это был знак а еще друзья 16 октября было ровно два года как я переступила порог нашего дома два года и в 9 вечера этого дня 16 октября луша поела самостоятельно в этом доме первый раз она у нади поела это было немножко раньше а вот именно 16 октября да нет у нади тоже 16 октября но только в 3 часа дня а в этом доме она поела вот в 9 вечера самостоятельно и я расцениваю это тоже как знак ну вот я по моему все рассказала опыте лечения чумки о признаках ну я думаю что эта информация может быть кому-то спасет жизнь и будет вам полезны я вас всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была елена ситникова и вот это чудо черное луша